Дорогие коллеги, мы вот собрались сегодня первый раз после летних каникул, я очень рада вас всех видеть, и тема у нас сегодня довольно любопытная, я думаю, что она будет в такой большой интерес, потому что на самом деле разговор пойдет о том, я думаю, что так или иначе, эти вопросы все равно встанут, что такое школа, профессия, да? Этот вопрос, в свою очередь, непосредственно связан с представлениями о традиции, о том, как традиция формируется, как она развивается, как она транслируется от поколения к поколению в рамках школы, как она меняется, и по большому счету, конечно же, это выводит на большой серьезный вопрос, который касается, наверное, уже профессиональной рефлексии, и как и для чего нужно вообще заниматься профессиональным изучением истории. Вот я вот такую даже большую суперзадачу вижу при постановке этого доклада. Вообще, на самом деле, вопрос, связанный с историографией, доклад, связанный с историографией, у нас стоял в самом начале работы нашего семинара в этом году, 22 февраля, Игорь Николаевич Данилевский, мы говорили об исторической реконструкции, и он пытался представить нам порочные практики вот этой исторической реконструкции. Так или иначе, вопрос тоже касался Московской школы. Позднее у них на правом столе, касающемся истории текста, вопрос вставал о современной петербургской школе и изучении публикации древних актов Кушкинским домом. И сегодня, вообще, эта тема, можно сказать, сейчас очень актуальна, и я с большим удовольствием представлю вам монографию, которая вышла в 2010 году Антона Вадимовича Свешникова, Петербургская школа медиевистов начала 20 века, попытка антропологического анализа научного сообщества. Книжка, на самом деле, является, на мой взгляд, совершенно уникальной. Она существует определенный прорыв в осмыслении понятия сообщества, вообще профессионального сообщества как таковы, историческое сообщество. Потому что мы же задаем себе вопрос, какие нормы, этические, профессиональные, принятые в сообществе, как они формируются, почему они нарушаются, почему они есть или другие периоды, они ослабевают, а определенные периоды развития исторической науки становятся очень жесткими, да, вот эти нормы. И, на мой взгляд, эта книга является одним из больших успехов отечественной историографии, которая связана так или иначе с осмыслением профессии историка, вообще как таковой, исторической корпорации, корпорации профессиональных историков, как академической, так и университетской. Поэтому очень большой интерес у меня лично вызывали исследования нашего сегодняшнего гостя. В гостях у нас сегодня Тихонов Виталий Витальевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник из нашего братского центра в Институте российской истории, который так и называется «Центр исторической науки России». Его переименовали, то есть он немножечко другому раньше назывался, сейчас он называется «Историческая наука России». И тема у него сегодняшнего выступления, на мой взгляд, очень широкая. Московская и Петербургская школы историков в контексте культурной оппозиции Москва-Петербурга. Значит, во-первых, мы, конечно же, обязательно хотим понять, что такое московская, что такое петербургские школы историков, в чем они отличаются, что такое культурная оппозиция Москва-Петербург, и почему именно в контексте этой оппозиции следует рассматривать, то есть вы нам предлагаете рассматривать вот этот диалог или, наоборот, отсутствие диалога. Вот таким образом выстраиваете свою тему. Я бы хотела представить нашего сегодняшнего гостя с точки зрения его публикации. Но вообще, на самом деле, кандидатскую диссертацию Виталий Витальевич защищал по известному русскому историку Горису Ванчу Сарамятникову. И вот его первая монография как раз была посвящена этой теме. Называлась она «История старой школы. Научная биография Сарамятникова». Книжка вышла в 2007 году, в 2008 году. Ну и затем последовал уже прям вот такой фейерверк работ. Вот, на самом деле, Виталий Витальевич сейчас автор трёх монографий. Все они связаны с московскими историками начала XX века, потому что следующая монография была уже посвящена научному порчеству Гатии, Веселовского, Яковлева и Баховичу. Следующая монография. Ну и, конечно, любой первичный историк занимается публикацией источников. И Виталий Витальевич тоже в 2012 году, прямо свеженькая совсем книжечка, издал «Публицистика 20-30-х годов XX века» Милюкова. Вот это издание. Ну, не только я, я Диоргиевна Ван-Долговская в общем. Да, это коллектив авторов, ответственный редактор и составитель Ван-Долговская, но и в том числе среди авторов, составителей этого сборника и Виталий Виталий Виталий. Поэтому я, по-моему, очень много рассказала про нашего сегодняшнего автора, про нашего сегодняшнего гостя. И, наверное, настало время передать вам слово. Мы, как всегда, с большим удовольствием слушаем вас на протяжении минут сорока, а потом готовы будем поговорить по тем проблемам, которые вы нам предложите к осмыслению, к обсуждению. Вот, а книжки можно посмотреть. Спасибо, спасибо. Собственно, уже можно, да, собственно говоря, начинать? Ну, как здесь уже говорилось, в общем-то, мой доклад, наверное, будет не совсем типичный, во всяком случае, для данного семинара, потому что, может быть, про тексты здесь будет не так много, зато много будет про людей, которые эти тексты делают. Вот, здесь уже обозначили некое такое направление того, что хотели бы от меня услышать. Я, может быть, немножко не совсем оправдаю эти надежды, которые на меня возлагаются, но, во всяком случае, постараюсь осветить какие-то темы, которые, с моей точки зрения, являются достаточно такими любопытными, важными и так далее и тому подобное. Как здесь, опять-таки, уже говорилось, вот сама вот эта проблематика, сховарная, да, как ее там называют, проблематика исторических школ, она, безусловно, сейчас является неким таким, если уж не магистральным направлением историографических исследований, то, во всяком случае, очень-очень популярной темой, такой своеобразным мейнстримом. Если, ну, буквально еще лет 30-40 назад в советской историографии, ну, не то чтобы эта тема уж совсем была под запретом, но, во всяком случае, она не совсем приветствовала. Вот здесь были определенные идеологические некие моменты, все-таки акцент на какие-то там традиции петербургской, там, московской школы, не дай бог, еще какой-нибудь школы, там, киевской. Это, знаете, разрушало некий такой образ единой советско-исторической науки, вот, и, в общем-то, не приветствовалось. Ну, буквально вот последние лет 20-25 эта тематика, она, спуар, называется «На поверхность». Очень много отдельных статей, каких-то там публикаций, размышлений. Вот здесь показывали монографию Свешникова. Я в своем студии не совсем с ней знаком, я с отдельными публикациями. Да, я бы, вот, я просто немножко в другую, как бы сейчас, тематику, скорее, советской исторической науки перешел. Но, вот, тем не менее, это все-таки показатель того, что тема является, безусловно, интересной, да, интересующей, точнее, исследователей. Причем, опять-таки, характерной чертой, вот, неким поворотом во всей этой проблематике является как раз-таки, вот, некая такая антропологизация проблемы. То есть, попытка посмотреть не только с точки зрения каких-то исследовательских практик, не только с точки зрения, там, проблематики, там, из подходов каких-то, а с точки зрения тех людей, которые, соответственно, вот эти проблемы изучали, эту школу составляли и так далее и тому подобное. То есть, в этом смысле, я думаю, что вот мой доклад, он, ну, во всяком случае, вот, в неком таком тренде находится. Здесь, в общем-то, мной будет представлена некая такая попытка, может быть, даже приглашение к дальнейшему, там, размышлению над этой темой, но попытка рассмотреть проблему в контексте вот этой самой, не знаю, там, дихотомии, бинарной оппозиции, кому как больше нравится Москва-Петербург. Собственно говоря, в русской культуре вот эта тема, она является достаточно такой устойчивой. Феномен проблемы Москва-Петербург, он распространяется и, собственно говоря, на культуру, где достаточно четко и в литературе есть, опять-таки, противопоставление, вот эта Москва-Петербург, соответственно, Москва как некая, там, первоначально символ, ну, не то, что бушазиатская, там, отсталости России, да, ну, в 18 веке, это, во всяком случае, некий такой, да, византийский какой-то традиции, может быть, кому-то даже, там, реликтом казалось, да, то есть, ну, в общем, некого того, что осталось, ну, немножко позади. Петербург – это вот лицо новой России, устремленное, соответственно, в Европу, показывающее, там, новый путь и так далее и тому подобное. Но у нас, в общем-то, время немножко, как бы, более позднее, в 19 веке на эту проблему много размышляло и публицистов, и Герцин, там, достаточно вспомнить, который указывал на московское барство, как некий такой элемент менталитета, да, и, соответственно, Петербург несколько иначе там виделся. У нас здесь, в общем-то, конец 19-го, начало 20-го века. Если брать какой-то контекст, в смысле, вот, разграничение, точнее, как бы, разницы между, собственно говоря, Москвой и Петербургом, то здесь надо сказать, что вообще разница достаточно динамично стиралась. То есть, процессы модернизации, процессы, соответственно, урбанизации и тому подобное, и так далее, и тому подобное, они приводили к тому, что какие-то культурные, бросающиеся, казалось бы, там, в глаза различия между Москвой и Петербургом, они достаточно быстро стирались. Все это не то, что совсем уж нивелировалось, но, во всяком случае, становилось не таким уж очевидным, не таким уж кричащим. Но, тем не менее, опять-таки, различия в русской культуре, и в русской, скажем так, не знаю, культурном мифе между Москвой и Петербургом, они, в общем-то, оставались. Вот, если в XIX веке таким мифом было, опять-таки, разделение Москвы, как символ, там, не знаю, византийскости, да, там, азиатчины, а Петербурга европейского пути, то в конце XIX, начале XX века они немножко модифицировались, и Петербург уже стал рассматриваться как некая такая столица имперской бюрократии, тогда как Москва позиционировалась как город бурного самоорганизующегося общественного движения, не случайно все оппозиционные в значительной степени, да, там, предприниматели, Рябушинский, Коноваловы, там, как угодно можно продолжать, это, в общем-то, некая такая московская буржуазия, тут можно многие параллели производить, но, в общем, не суть, не суть, в данный момент не суть. Вот это вот противопоставление Москвы и Петербурга, оно, безусловно, наслаивалось и на взаимоотношении между представителями исторических школ Московского университета и Санкт-Петербургского университета. Вот, я думаю, что если какие-то вопросы по поводу, что же они из себя представляли, возникнуть, я думаю, это, наверное, уже в дискуссии было бы смысл там обсудить, я немножко на другие, как бы, моменты сделаю акцент. Среда, в которой, соответственно, оказывались вот эти московские историки, и городская среда, и культурная среда, и университетская среда, и катербургские историки, она, соответственно, формировала некие такие культурные стереотипы, некую определенную ментальность, которая в том числе и проецировалась на исследовательские практики, и на, соответственно, взаимоотношения между двумя сообществами, которые, ну, складывались не всегда однозначно, не всегда, в общем-то, просто, но, тем не менее, они, в общем-то, были достаточно такими устойчивыми. Вообще, впервые на такой культурно-психологические предпосылки появления Московской и Петербургской школы, соответственно, дальнейшего их разграничения, в свое время в историографии обратил еще Сигизмут Натанович Валк, известный археограф, сам плоти и кровь, соответственно, от этой Петербургской исторической школы, ученик Лапа Данилевского, в своей известной статье, посвященной 125-летию Санкт-Петербургского университета, он писал буквально следующее о том, что история каждого из русских университетов теснейшим образом связана не только с историей общих судеб русского просвещения, но и с теми особыми местными условиями, в которых живо развивался каждый университет. То есть здесь есть некий такой акцент на культурный контекст возникновения вот этих научных школ и, соответственно, их бытования. Ну, я не буду углубляться и рассказывать, как за эту статью Сигизмут Натанович довольно серьезно поплатился в годы борьбы с буржуазным объективизмом, ему это припомнили, сказали, что не боже вообще советскому историку показывать разобщенность и вообще там вспоминать какие-то традиции буржуазно-дереволюционной науки, надо немножко как в другом направлении двигаться. В дальнейшем вот эту идею подхватывал Черков, опять-таки известный наш исследователь творчества Преснякова, археограф. Он, в общем-то, указывал на то, что в любой научной школе, кроме, соответственно, некого такого эпистемологического, методического аспекта, существует еще и достаточно специфическая психологическая особенность, а именно четкое разграничение или, во всяком случае, имеющееся разграничение своих и чужих. То есть одни относятся к этой школе, другие нет, а вот какие признаки, здесь уже есть достаточно много различных вариантов. Вот эти вот идеи того, что надо обращать не только на методологию, на какие-то проблемы, но и, собственно говоря, на ту культурную среду, на тот культурный, как сейчас модно говорить, бэкграунд, багаж, который существует у ученых, они, в общем-то, вне кажется, достаточно такими плодотворными, и вот именно в этом контексте я хотел рассмотреть вот эту проблему соотношения Московской и Петербургской школы. Безусловно, вот этот культурный миф, к которому, скорее всего, и надо отнести Москву и Петербург, относится вот эта самая дихотомия, соответственно, развлечения между Московской и Петербургской школой. В значительной степени вот этот антагонизм, он тоже основывался на вот этой дихотомии. Вот, если московские историки, вобравшие в себя научные идеи своих учителей, они в том числе и впитали в себе атмосферу противопоставления двух университетов, я в данном случае как бы начну с такого авторитетного московского историка, публицистическое наследие которого здесь уже, в общем-то, представлялось, Милюкова, который в своих мемуаров, правда, уже, соответственно, в эмиграции, писал буквально следующее, рассуждая о том, что же из себя представляли московская интеллектуальная атмосфера, Московская школа историков и, соответственно, Петербургская. Он писал следующее, «По-прежнему университет, журнал, газета, наука занимали в Москве то первое место, которое в Петербурге принадлежало дворным, сановным и военным кругам. Это, так сказать, самодавление Москвы создавало больше уверенности в себе, больше душевного равновесия, спокойствия в среде интеллигенции, чем вечно тревожном и нервном, вечно куда-то спешащем Петербурге». В одной из статей, посвященных Платонову, он прямо так и писал, что вот эта атмосфера, она, соответственно, в определенной степени формирует и следовательский почерк этих историков. Петербург официально, Москва вольнолюбива, петербуржец формалист, москвич всегда склонен доискиваться причин и смотреть в корень. В Москве, хоть отбавле оригинальности, она выдумывает, не боясь грешить от себя тиной. Петербург осторожен насчет выдумки, зато раз продуманную, он мастер приводить в порядок. Вот в дальнейшем, и как раз таки в дальнейшем, Милюков рассуждает в том направлении, что именно вот эта атмосфера способствовала тому, что московские историки, да, есть такое расхожее мнение, московские историки, во всяком случае русисты, они больше были склонны к оригинальным концепциям, к созданию каким-то смелых идей, широких москов, да, посвященных, соответственно, достаточно крупным темам, в то время как Петербургский университет культивировал что? То, что, соответственно, петербуржец лучше всего и делает. Он формалист, он склонен доводить все в порядок. То есть развитие вспомогательных исторических дисциплин, акцент на изучение конкретных исследований и так далее и тому подобное, то, что впоследствии тот же самый Пресняков назовет, наоборот, неким таким достоинством петербургской школы, а именно акцент на факты и, соответственно, да, источники и, соответственно, на тех фактов, которые в этих источниках присутствуют. А Милюков, он, безусловно, отчетливо проводит вот эту разграничительную линию между Москвой и Петербургом. Московский социум, он такой неформальный, там самоорганизация присутствует. Москва в этом смысле представляется как некая культурная столица. То есть опять, в общем-то, в значительной степени все поменялось. И, как я уже говорил, москвичен склонен скорее к некой такой оригинальности, там, от себятина, как он там пишет. Ну, а петербуржец, он больше такой формалист. В значительной степени Милюков, как мне кажется, во всяком случае, он высказал то отношение к петербуржцам, которое бытовало в московском интеллектуальном сообществе. При этом, кстати говоря, надо бы подчеркнуть, что вот иногда делается такой акцент, что противопоставление было настолько серьезным, что там конфликты были. Безусловно, ничего подобного не было. У того же самого Милюкова были достаточно тесные связи с Петербургским университетом. Стал даже вопрос, чтобы там защищать докторскую диссертацию после того, как у него случился конфликт с Ключевским. Но он, как известно, по принципиальным моментам на это, соответственно, не согласился. Вот здесь очень любопытно еще обратиться и к тем неформальным беседам, которые, понятное дело, не в мемуарах, не, соответственно, в каких-то официальных текстах они не остались, зато они, соответственно, отражаются в других источниках. В частности, здесь любопытно обратиться к дневнику петербургского историка Преснякова, который достаточно подробно фиксировал свои впечатления работы в Москве. Дело в том, что он, как специалист по древности, относительно древности, он вынужден был работать в Москве, потому что, как известно всем архивы, они, в общем-то, опять-таки оказывались в Москве, и петербуржцы, они тоже вынуждены были туда ездить. Вот, собственно говоря, некий такой экскурс по его дневникам я сейчас могу предложить. Он в Москву приехал в первый раз в 1892 году по рекомендации Платонова. С этой рекомендацией он посетил Милюкова, и, соответственно, он там описывает следующий эпизод первого своего столкновения с московскими историками, с московской, ну, скажем так, кругом, да, соответственно, историков вот этих. Милюков принял меня очень радушно. У него я встретил еще каких-то причастных к науке субъектов. И при этом всех надо сказать, что действительно от головы до пяток есть московский отпечаток. То есть некая такая, да, оригинальность того, что называл Милюков. Мне как-то сразу стали понятны слова Платонова, что в Москве люди себе цену знают. Сразу поразил какой-то твердый, решительный и, пожалуй, даже слишком самоуверенный тон, не избегающий резких выражений и, в частности, довольно-таки пренебрежительное отношение к Петербургскому университету. То есть в этом смысле, конечно же, в московском университете к петербуржцам было некое такое отношение, безусловно, долгое время, ну, не то что пренебрежительное, но как к неким такому младшему брату. Он и позже появился, и в значительной степени возглавляли храпеты лучшего истории некие такие, ну, варяги из того же самого московского университета, безусловно, именно здесь самая такая известная картина, известный персонаж, да? Ну, на самом деле, вот это впечатление о московских историках, здесь это было письмо матери, оно здесь было несколько приглаженное. В письме к жене он описывает все это гораздо реже. Москва все та же, старая и грязная Москва, и люди все такие же, довольные своими уголками, самоуверенные, если бы вы слышали, как пренебрежительно третируют здешние доценты наш петербургский университет. Один даже сказал что-то вроде того, что интересно было бы сосчитать, сколько идиотов, в вопросительный и восклицательный знак, между петербургскими профессорами. Хороши мальчики, нечего сказать, можно подумать, что все они сами-то великие люди. Вот, собственно говоря, вот к такому повороту он, может быть, и безусловно был готов, но, тем не менее, конечно же, обиделся как представитель московского университета. С другой стороны, примерно, ну, похожая, скажем так, ситуация возникла с историком Рождественским. Там, правда, его, когда он поехал работать в Москву, ему, соответственно, тоже указали на то, что там можно столкнуться с этим с головой до пяток московский отпечаток. Он, правда, наоборот, встретил очень радушный прием, очень хороших, внимательных людей, но в своем письме зафиксировал, что, как бы я ни ждал каких-то колкостей со стороны москвичей, они не последуют, но он все-таки их ждал, соответственно. То есть некие вот эти личностные контакты, они тоже здесь присутствовали вот в этом моменте. Здесь, опять-таки, вот если возвращаться к Преснякову, можно, наверное, отметить следующие вещи. Ну, вот если Милюков подчеркивает некую московскую оригинальность, то Пресняков указывает на, скорее, некую самоуверенность, даже самодовольство. Опять-таки, здесь цену указаний Платонова, который подготовил своего ученика. Но, тем не менее, по мере, соответственно, знакомства с Москвой, знакомства с теми людьми, с теми историками, которые работали в московском университете, с которыми постоянно сталкиваются Пресняков по мере, соответственно, надобности, просто в силу того, что люди работали по схожей проблематике, он, в общем-то, пишет о том, что все-таки хорошо, что люди так бодро на вещи смотрят, как здешние, и что себе цену знают, хотя бы преувеличивают ее. При этом, да, вот если, соответственно, в Петербургском университете, повторяюсь, на москвичей смотрели как на неких таких самоуверенных, соответственно, людей, то в Московском университете, опять-таки, был некий такой стереотип о том, что Петербург – это все-таки официозное такое место, очень близкое к императорскому двору и как следствие слишком формализованное и так далее и тому подобное. Вот, например, случай с известным историком, с Пан Борисовичем Веселовским, у него была некая проблема, он сам был юрист, и поэтому не совсем вписывался в круг московских историков, выпускников историко-филологического факультета, его часто обвиняли в том, что он слишком формально подходит к изучению каких-то проблем, и вот когда он пытался защитить докторскую, перед ним вставали постоянные барьеры, преграды, которые ему было достаточно сложно обходить, опять-таки, из-за того, что он не вполне в эту неформальную среду был вписан. Ему предложили звание профессора в Санкт-Петербургском университете. Он отказался, в дневнике, соответственно, написал, «Не представляется, что в Петербурге меньше оригинальных людей и независимых характеров, чем в Москве. Правда, средний уровень культуры много выше московского. Нельзя же считать научной средой чиновников от науки, группирующихся около университетов, курсов и так далее и тому подобное». Это он имею в виду по Петербургсу, чиновники от науки. То есть вот это представление о том, что если это и столица, и это столичный университет, то и ученые там, в общем-то, тоже скорее некие такие чиновники от науки, чем действительно какие-то исследователи. В этом смысле, опять-таки, показательным является и мнение такого известного историка Готье. Правда, это уже 18-й год, революционные события, ломка вообще привычного мира, переосмысление всего того, что было и так далее и тому подобное. Вот Готье, как категорический человек, который не принимал большевиков, ну, известные у постоянной ремарки о том, что Горилы захватили власть в дневнике, он, в общем-то, пишет примерно следующее после того, как узнает о том, что петербургские историки, ну, в рамках союза архивных деятелей, они пошли на сотрудничество с новой властью. Несколько раз пришлось видеться с петербургскими историками Пресняковым и Польевктовым. Раньше это не осознавалось, но теперь при обострении жизни, как все-таки ясно чувствуется разница в психологии Петербурга и Москвы. Они легче приспосабливаются к РСФСР, оптимистичнее смотрят на настоящее, чем мы. Трудно это сразу объяснить. Не то наследие питерской бюрократии, не то налет эсеровщины, уживающиеся с тем же бюрократическим духом бывшей столицы. То есть вот этот компромисс с властью, он, в общем-то, с точки зрения московских историков, является достаточно такой типичной чертой, с которой, соответственно, приходится складываться, приходится сталкиваться. В этом смысле москвичи, они более оппозиционные. Это, опять-таки, проявлялось и в том самом политическом движении, которое в значительной степени концентрировалось в том числе и в Москве. Но и московские историки, которые были более активны на политической ниве, активнее участвовали в общественной жизни и так далее и тому подобное. Ну, здесь много, на самом деле, можно, соответственно, вспоминать эпизодов, когда, например, в 1911 году многие представители Московского университета, 130, да, если не ошибаюсь, человек, в знак протеста против действий тогдашний министр просвещения, касса, подали в отставку. Вот. Но, правда, здесь при этом проявилась другая черта Московской исторической школы. Если Петербург в этом смысле был более открыт для людей из других университетов, там и Костомаров некоторое время заведовал кафедрой, тот же сам Бестужев-Фрюмин, представитель Московского университета, Сергеевич Московский университет заканчивал, вот, ну и так далее и тому подобное, то москвичи достаточно с ревностью следили за какими-то варягами, которые появлялись на Московском университете. Считалось, что это размывает чистоту, скажем так, Московской исторической школы. Но, в частности, когда в 11-м году заведующий кафедрой тогда после Ключевского кизовета подал в отставку, и ушло очень много историков, которые работали в Московском университете, но кто-то остался. Любавский, например, Богословский. И вот, например, тот же самый Богословский объяснял, почему он остался, как раз-таки с желанием сохранить традиции Московской исторической школы. Он рассуждал так. Вот мы сейчас все уйдем, и какой-нибудь Давнар Запольский, вопросник Киевского университета, он захватит наследие Ключевского, все уничтожит и так далее и тому подобное. Мы должны, соответственно, это сохранить. В Питерском университете было все, как бы, гораздо, повторяюсь, более открыто в этом смысле. И там и Кореев был из Москвы, и Бестужев-Рюмин и так далее и тому подобное. Ну, я немножко забежал вперед, простите. Да, вернемся опять-таки немножко назад, в 1792 год. Опять-таки, к Преснякову, который оставил очень любопытные впечатления о своем посещении Москвы. И, соответственно, отразил и дух, как он себе видит этот дух города и той атмосферы, с которой он, соответственно, столкнулся. Ну, и как вот некий такой контекст города, пространства, университета, школы, я думаю, что это достаточно важный такой момент. Он, в частности, описывает Москву следующим образом. «Идя по Москве, я был действительно поражен видом белокаменной. Грязь потрясающая. Кажется, в этой белокаменной белено было только что мой китель. Правда, первое впечатление, несколько такое обескураженное, да, оно достаточно быстро сменяется симпатией к этому городу. И симпатия основывается вот на чем. «Делать нечего и теряешь много времени. Трачу я его нахождение по Москве, которое все больше и больше нравится мне своей характерной физиономии и оживленности. Я вполне понимаю, как скучен Петербург для москвичей, как бесцветная и скучна петербургская толпа по сравнению с здешней. Люди, с его точки зрения, в Москве более раскрепощенные, так же, как и историки. Он так и пишет, что вообще в Москве, кажется, не переводятся живые люди. При этом, опять-таки, вспоминая про свой Санкт-Петербург, которому он, что называется, укоренился, он пишет о том, что, в общем-то, Петербург такой же скучный и скверный, как всегда, несмотря на хорошую погоду. То есть, вот это первое негативное впечатление у Грязи, оно сменяется некой, соответственно, такой симпатией. Правда, здесь еще другая была немножко эволюция Пресняков, который сначала возмущался о том, что люди негативно отзываются о его родном университете, о тех преподавателях, которые его воспитывали. В общем-то, опять-таки, потихоньку, по мере контактов с москвичами, тоже начинает не только проникаться к ним симпатиями, но и вынужден признать, что они в значительной степени оказываются правы в оценке той интеллектуальной атмосферы, которая царит, соответственно, в университете. Ну, вот, например, в письме матери от 4 марта 1694 года, он, в общем-то, приводит следующее рассуждение. Миклашевский – это известный историк, специалист по истории финансов, очень симпатичный, знающий человек, без места. Его звали в министерство, поручили какое-то дело и верно оставят его здесь, хотя ему очень тяжело расставаться с Москвой. Сильно не по душе ему наша питерская атмосфера, и я вполне разделяю его мнение. Опять-таки, очень позитивно, во всяком случае, с симпатией Пресняков отзывается о тех, ну, несколько, может быть, провадных шагах московских историков, московских ученых, связанных с различными общественными событиями. 2011 года, 1994, опять год, когда 42 московских профессора во главе с Остроумовым подали петицию спрошения на смягчение участи, высланных из Москвы после волнения студентов. Вот он пишет, молодцы москвичи, у нас ничего подобного быть не может. То есть, опять-таки, вот это возвращение к идее о том, что это некий такой, скорее, бюрократизм. Есть сильный налет бюрократизма и тесных контактов с чиновным миром. С годами симпатии, любовь к Москве, безусловно, у Преснякова только росла. Он все больше и больше начинает ценить ее некую такую неповторимую провинциальность, которую он бы не хотел ни с чем, соответственно, на что менять. Он так и пишет, а воздух чистый, свежий, так хорошо дышится после города. Ну, видимо, вот Москва – это большая деревня, да? То есть, Петербург в этом смысле оказывается скорее городом. И Москва, сама Москва не производит на меня такого городского впечатления, как Петербург. Как-то тут свободнее, проще. Люди московские, другие, в трамваях, на улице, спокойные, веселые, никуда не торопятся, не суетятся. При этом он отмечает и те разительные перемены, которые происходят с самим городом. Он пишет в частности, а вместе с тем Москва растет, меняется, пожалуй, быстрее, чем Петербург. Правду говорят, что город – то норов. В 1909 году то же самое Пресняков в письме к жене, он указывает на то, что по поводу Москвы, он опять пишет, что Москва ему все больше и больше нравится, и гораздо больше, чем Петербург. Право, помимо пристрастия, хороший город, гораздо шире, красивее Петербурга. Я рассказывал тебе, что тут и магазины много эффектнее, и как-то все крепче и свободнее. Очень бы хотел тебе Москву показать. И как-то больно, что тебе моя милая Москва совсем не понравится, ведь она довольно неряшливая, и во многом все-таки купчиха. Не то, что это элегантная бойка Варшава. Но по-своему она мне гораздо больше нравится. Тут мне, вероятно, и жилось бы хорошо, шире и свободнее, чем Петербург. Тут и жизнь, больше энергии, меньше суеты. В общем-то, да, энергия. Здесь опять-таки отражается и общая динамика Москвы. Помните, в общем-то, если в 19 веке в глазах Петербурга Москва это все-таки некий такой центр московского дворянства, с его некой обломовщины своеобразной, да, то в начале 20 века, опять-таки, вследствие вот этой бурной модернизации, урбанизации, Москва уже представляется, пускай, купчихой, как некие такие патриархальные традиции, но все-таки это уже некая такая буржуазная столица, да, там деловитая буржуазия приходит на смену вот этому патриархальному какому-то, патриархальной атмосфере. Но при этом, несмотря на вот эти все дифирамбы, любовь, которую, соответственно, Пресняков описывает, да, в своих дневниках, в своих письмах в Москве, именно Пресняков является автором того самого тезиса, который становится, ну, едва ли не ключевым для вот этого разделения Москвы и Петербурга. Вот эта вот идея о том, что в основе Петербургской школы лежит источник и, соответственно, очень трепетная, да, работа с ним, даже так можно сказать, она была сформулирована именно им, в защите его докторской диссертации, несмотря, опять-таки, на всю такую определенную, соответственно, симпатию к Москве. На этой защите Пресняков сказал следующее, о том, что я определил бы ее, то есть Петербургскую школу, характерную черту, как научный реализм, сказывающийся прежде всего конкретном, непосредственном отношении к источнику и факту, вне зависимости от историографической традиции. А здесь Пресняков, он как бы поставил с ног на голову тезис Милюкова, который, да, указывал на эту самую оригинальность. Москве, хоть отбавляя оригинальности, если Милюков это рассматривал как очень позитивную черту, то Пресняков акцентирует внимание скорее на некие такие недостатки вот этой позиции. И, в общем-то, призыв, да, призыв все больше и больше отходить от этой, не вполне, да, нужной оригинальности, может быть, так сказать, и отказываться от априорного, соответственно, теоретизирования. Безусловно, еще один момент, который здесь можно было бы указать, я это, в общем-то, может быть, так сумбурно, но, во всяком случае, в ходе своего доклада отмечал, это отношение к политике. То есть, если московские историки, ну, практически каждый оказывались членами какой-то партии, здесь, правда, надо различать, опять-таки, поколение среднемосковских историков, если вот поколение первых учеников Кличевского, они были очень активны в политической сфере, ну, Милюков это самый, просто, известный, да, случай, здесь можно и призыветры вспомнить, и других, соответственно, представителей, то более младшее поколение, оно, в общем-то, занимало более академическую позицию, участвовал в различных общественных организациях, но старалось немножко так дистанцироваться от ярко выраженного такого политического, политической деятельности, то Петербург, опять-таки, в связи вот с этой интеллектуальной атмосферой, которая там царила в связи с чиновным, скажем так, официозным миром, там вот эти политические симпатии, они, в общем-то, ну, не то чтобы подавлялись, но, во всяком случае, их проявление не приветствовалось. Редкий петербургский историк оказывался деятельным участником какого-то политического движения, если, опять-таки, можно было и Кизветтера, и Милюкова, и даже там Готье, кого угодно из москвичей, в годы Первой русской революции увидеть в качестве агитаторов, то, например, известный представитель петербургской школы, один из, в общем-то, центров притяжения в рамках пешкового среди русистов, там, как известно, выделяют два центра, Платонов и, соответственно, Лапа Данилевский. Так вот, Лапа Данилевский в одном из учебных годов, когда в Петербургском университете были волнения, придя на занятия и увидев, что на лекциях всего несколько человек, все остальные ушли, что называется, на митинг, он предложил вообще отменить занятия и поговорить о сложившейся общественной обстановке. И высказывался он в том духе о том, что политика, у каждого человека должна быть, безусловно, политическая позиция, но университет – это не место для политики, это храм науки, поэтому в науке политики быть не должно. И вот эта позиция, она в значительной степени разделялась подавляющим большинством петербургских историков. Вот, мне кажется, что из этих, может быть, несколько отрывочных, но, тем не менее, в устраивающихся определенный, соответственно, ряд фактов, можно сделать вывод о том, что вот это различие между Петербургской и Московской школой, различие в, точнее, скажем так, ну, некий такой контекст в взаимоотношениях, контекст в личностных коммуникациях, опять-таки, в смысле некого такого научного почерка, он формировался не только какими-то традициями, не только какой-то схоларным фундаментом, да, скажем так, но и той атмосферой, той культурной атмосферой, да, которой оказывались историки в Санкт-Петербургском университете и, соответственно, в Московском. Правда, здесь надо подчеркнуть, наверное, следующий момент. Опять, в исследованиях тоже не совсем четко как бы ясно. Многие считают, что особого-то различия между историкой Москвы и Петербургом на самом деле не было. Вот, вот, все отличия, которые между ними существовали, они скорее должны были развиваться по мере, соответственно, дальнейшей институциализации тех отличительных черт, которые сформировались в ходе различных там и преподавательской, и следовательской деятельности. Но 17-й год он на самом деле весь этот процесс прервал. По моим наблюдениям, наоборот, происходит очень быстрое сближение. То есть все вот эти представления, да, там, Москва с особым опечатком, с своим интеллектом, кто там в Петербурге глупый, а кто нет, это на самом деле характерно скорее для рубежа XX века. А дальнейший процесс, он скорее говорит о том, что происходит сближение между двумя интеллектуальными сообществами, сближение в исследовательском почерке, в проблематике, усиливается интеллектуальная коммуникация не только на уровне каких-то личностных контактов, но и влияние, соответственно, идей, концепций, там, Ключевского на Платонова работы, работ, которые предлагались московскими историками, и, соответственно, наоборот, петербургскими историками на московских. Вот этот процесс, он скорее говорит о том, что вот эти различия, в том числе и, может быть, культурные какие-то мифы, они скорее потихонечку уходили, и возникала некая такая консолидация, абсолютно различия эти не исчезали, но, тем не менее, они, в общем-то, скорее отходили на второй план, а содружество, да, соответственно, некая такая общая работа, она, наоборот, только вот усиливалась. Вот, наверное, собственно говоря, всё. Спасибо большое, Виктор Иванович. На самом деле, вот такая вот исследовательская тема, она, наоборот, требуется к этой сертификатике, когда у нас шапка, да, такой шапка, такое основание. На самом деле, конечно же, хочется понять, то есть, вот как я приняла этот доклад, ну, мы прямо переходим, да, по рассуждению, и вопросы, и как бы, как обычно это бывает. Значит, Московская и Петербургская школы исключительно по географическому принципу, да, то есть, те, которые в Москве живут, это Московская школа, а те, которые живут в Петербурге, это Петербургская школа. То есть, вот на тот, о котором вы говорите, именно это вы имеете в виду? Нет, нет, собственно говоря, просто немножко этот момент... Ну, потому что, помните, вот вы говорите, вот, москвичи там начали передавать Петербургскую университету, и стали они, так сказать, представители Московской школы, и уже стали Петербургской школой, Ну, то есть, вот такие простые вопросы. Ну, я, собственно говоря, просто хотел немножко дистанцироваться от этого вечного, проклятого вопроса. То есть, сейчас вам описаны некоторые схемы, да? То есть, вот мы сейчас пытаемся понять, насколько эта схема вообще соответствует тем реалям, потому что взаимоотношения внутри сообщества, они очень сложные, потому что они межличностные, да? То есть, они трудно поддаются формализации, на самом деле. То есть, можно быть представителем одной школы, жить в одном городе и заканчивать один и тот же университет, но абсолютно не принимать тех позиций, скажем, научных, да, которые имеет мой коллега по карте, к примеру, скажем, да? И можно ли говорить в какой-то единой школе? Насколько схема может реально отражать ту ситуацию, которая в числа у нас тогда? Я здесь думаю, на самом деле, вот какая ситуация. Здесь, с одной стороны, сыграл вот эта атмосфера, которую я здесь просто обозначил, но, с другой стороны, вот эти традиции, они, что называется, складывались исторически, в некоторой степени, ну, под влиянием, ну, не то, чтобы, кажется, там, ничто не было запрограммировано, как возникла, собственно говоря, Петербургская школа. Традиционно считается, что основателями, там разные, правда, есть какие-то варианты, но вспоминают обязательно Куник с его акцентом на вот этой источниковической специфике. Тот же самый Бестужев-Рюмин, который был выпускником Московского университета, и с его, опять-таки, представлением о том, что в первую очередь должен лежать источник, да, источниковическая работа, он оказался в Петербургском университете, и благодаря своей педагогической значительной степени влиянию, своему какому-то обаянию, он привил вот подобную позицию и тем, что занимались историей России. То есть вот этот некий такой источниковический вектор, я считаю, он сложился в этом смысле. Но вот эта специфика петербургской школы, она в определенной мере была сформирована и вот этой атмосферой Санкт-Петербурга, как вот этой имперской столицы. Дело в том, что Санкт-Петербургский университет, это все-таки столичный университет, очень близкий к имперским вот этим всем институтам, власти, институтам и так далее, тому подобное. В этом смысле какие-то исторические исследования с ярко выраженной политической окраской, а в общем-то по большому счету в 19 веке практически любое историческое исследование оказывалось очень часто с определенным политическим контекстом. Они там оказывались, да, они в общем-то оказывались небезопасные, они в общем-то не приветствовались. И я здесь сошлюсь на питерского историка-исследователя Ростовцева, который тоже очень много размышлял по поводу того, в чем собственно говоря особенность вот этой петербургской школы. И он указывал как раз таки о том, что это очень стимулировало обращение к источникам. И источникам это достаточно такая нейтральная тема. То есть она не требует определенный такой, во всяком случае там не так як выражен политический контекст, он не очевиден и в общем-то скорее некая такая техническая работа. Акцент на археографию, акцент на вспомогательные исторические дисциплины, акцент на источниковедение. И отсюда такое бережное отношение к факту. В советское время я считаю, что уже бессмысленно говорить о московской, петербургской школе, все перемешалось. Традиции сам петербургской школы в значительной степени перешли в историко-архивный институт, и кафедра Андреев, ученик Лапа Дневецкого, кафедра вспомогательных исторических дисциплин и так далее. Мне в общем-то схема эта представляется примерно следующая. С одной стороны исторический момент, то есть складывающийся, с другой стороны все-таки вот эту атмосферу тоже приходится учитывать. А что действительно чиновниками было? Какое-то отношение к дурганической машине? Все были какие-то профессорами, да? Они не совсем были ангажированы, да, хотя в общем-то, да, власти не совсем были ангажированы, хотя опять-таки все-таки механизм подбора профессуры, он все-таки предполагал определенную политическую лояльность, да? И в этом смысле в Санкт-Петербургском университете был, безусловно, больший контроль все-таки, цензурирование, да, какое-то такое определенное. Вот, и, ну уж, конечно, не были они чиновники, хотя не все официально были чиновники, вот, по табель орангах, да, по формальным каким-то признакам. Но вот они занимали, скажем так, очень осторожную позицию по отношению к тем политическим событиям, да, которые, соответственно, там происходили. Неслучайно Пресняков вспоминает, у нас этого не может быть, у нас не может там, у преподавателей не могут подписать там массовую петицию, да, там, с просьбой, соответственно, смягчить наказание студентами. В этом смысле атмосфера, она тоже, соответственно, влияла и, видимо, да, оказывала определенный... Да, спасибо большое, я как бы сама задала несколько торчей попутся, вы мне интересны. Да, конечно. Вы тоже, вы тоже. Давайте представлю. Да, а из-за штат моих вам, мне очень интересно, вообще я с большим интересом вас слушала, но вы говорили об историках русистов, да, и, так сказать, всеобщников вы не затрагивали. Ну, просто, на ваш взгляд, я понимаю, что это не предмет вашего исследования, но все-таки, вот, историки-всеобщники, мне кажется, очень любопытно. В вашу схему совершенно не укладывается вот эта ситуация, которая была в Санкт-Петербурге с вестником Европы, да? Ведь, собственно говоря, либеральная профессора затеяла это издание и издавали, и вот этот момент, да... Ну да, Сочиневич, да, Сочиневич, да. Это совершенно, вот, всеобщники, получается, наоборот, да, или нет? И тот же Ковалевский, который был изгнан из Московского университета за преподавание истории Англии, потому как он смущал молодые умы, он потом появляется в Санкт-Петербурге, да, и заменяет прередакторы и становится иеремитарным. Да, спасибо, я вот здесь действительно... Вот это вот совершенно, наоборот, да? Да, я здесь действительно могу, как бы, это признать свою слабость в всеобщниках. Да, и... да, ну, Стасилевич, да, долгое время был вестником вот этой Европы. С Ковалевским я бы его вообще не трогал, это вообще там отдельная песня, да, выпускник Харьковского университета, да, в общем-то, это, оказавшийся в Москве и воспитанный все-таки Москвой, его там интеллектуальной атмосферой, может быть, даже больше Европы, ну, он скорее там оказался в Петербурге, как бы, да. После миграции. После миграции, там много на самом деле можно. Но, кстати говоря, любопытный момент. Там не только я бы здесь вспоминал Ковалевского, я бы даже скорее здесь Кореева вспомнил. Все-таки Ковалевский это некий такой заезжий гастролет, по большому счету, во всех этих... Он во всех университетах, наверное, крупных успел поработать. Да, да, в этом смысле. Но Кореев выпускник, опять-таки, Московского университета. И в среде петербургской профессора он всегда считался таким смутьянным. Слишком левым он, на самом деле, не очень вписался в ту атмосферу, которая была... Точнее, те, скажем так, неформальные связи, которые же существовали в Петербургском университете, которые, да, там, подоследствуют Стужеву Рюмина, там, Васильевского, там, Куника и так далее и тому подобное. Вот. Вот. Я бы не стал рассматривать его в качестве какой-то такой типичной фигуры. Вот те же самые письма Лапа Данилевского, дневник, который сейчас, дай бог, скоро выйдет, жены Платонова, где... Платонов самый большой был формалист, а жена очень много таких подводных камней, в общем-то, какой-то такой атмосферы описывал в дневнике. Вот. Он всегда рассматривался как некий такой смутьян, как некая такая народная значительная степень тела вот в этой Петербургском университете, не оторванный немножко от этой традиции. Вот. Так что, ну, тоже некий такой наскорбский отпечаток. Я понимаю, в общем-то, вопрос. Мне кажется, здесь тоже надо бы еще посмотреть. Вот. Есть у нас беда в историографических исследованиях. Да, русисты. Более того, мы разделяем, и мы компротивную историографическую практически не проводим. Да, я... Да, да, да. Вот как-то вот сложилось, и это, безусловно, такой большой минус. Ну, вот он есть. Тем более, тут интересно, что Листос Юлипич был приглашен педагогом к наследнику престола, и он разработал очень интересную программу. Да, да, да. И по истории для него. То есть, вот, всеобщники, получается, иная картина. Ну, может быть, я просто... На мой взгляд. Да. Я не специалист. Я как бы не могу отметить утвердительно да или там нет. То есть, это, мне кажется, надо будет посмотреть. Да, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Спасибо большое за выступление. Представляете? Сеотистика моя мультивная, тоже, сотрудник, институт всего общества, и Центр Всеверо-Американских исследований. А вот я так поняла, что существует и другая точка зрения, да, что эти школы были близки? Есть вообще точка зрения, что все это некий блеф. Да, все это отлукавлено. Что на самом деле никаких, по большому счету, школ нету. Не было. Я сейчас, если брать какую-то историографическую такую традицию, то я бы, наверное, ее обозначил следующим образом. Когда пишут о московской и петербургской школе, очень часто есть такое это, оговорка. Если они существовали, но дальше почему-то продолжается рассуждение об особенностях, там это, в общем. Вот есть как бы такой момент. В советское время, повторяясь, безусловно, вообще считалось, что не надо никаких школ, не стоит вообще в это лезть, не надо, да. А потом все это потихонечку начали как-то рассматривать. Вот сформировалось две таких магистральных точки зрения. Одни считают, ну, среди русистов, правда, у него позиция очень такая неоднозначная, колеблющаяся. Это Шаханов. Монография русско-историческая наука в второй половине 19-го, начала 20-го веков, Московский и Петербургский университет. Где он там то говорит о том, что, в общем-то, на самом деле разницы между ними особо не было. Основа позитивизм. Проблематика достаточно такая, тоже похожая в значительной степени. Правда, потом он там говорит о том, что назревали вот эти там различия. Я считаю, что, в общем-то, школы, безусловно, были. Монографии, это видно даже по тематике работы, если брать московских историков, то монографии, они по большому счету продолжали одну другую. Я не знаю, там много можно примеров привести, например, монография Рашкова по сельскому хозяйству конца 16-го века. То есть продолжением этой работы является монография Гасье по замосковному краю 17-го века с учетом каких-то там дискуссий и так далее и подобное. Спором с Гатьей, продолжением, опять-таки, его работы, уточнением многих положений являются работы Веселовского по сошному письму. И вот этот комплекс монографий, которые выстраиваются в очень четкую такую линию, для Москвы они были достаточно характерны. Для Петербурга, с моей точки зрения, наоборот, характерна некая такая аморфность. Там, знаете, есть такое понятие при, опять-таки, рассуждениях по поводу Петербургской школы, о том, что там был некий полицентризм. С одной стороны, было теоретико-методологическое направление Лапа Данилевского, очень специфическое, очень своеобразное, но при этом вписывающееся в традиции, опять-таки, Петербургской школы, потому что тот же самый Бестужев Рюмин рекомендовал заниматься чем-то? Источниковением и методологией, и стереографией еще. То есть это вот как бы главное, к чему должен приложить свои усилия первоначальный исследователь. Вот. И, соответственно, центр притяжения в лице Платонова, более такой эмпирический, более такой связанный с традициями, собственно говоря, Петербурга. Вот. Конечно, в счете о теории методологии, но он считался не очень сильным теоретиком на самом деле. Вот. В Москве, мне кажется, там больше было консолидации, Петербург более такой размытый и по проблематике, но вот этот некий источниковедческий вектор там все-таки присутствовал. Вот. Там много, на самом деле, всяких признаков, которые можно в той или иной, соответственно, степени обозначить, но вот моя точка зрения, что шло сближение и по вектору источниковедческих каких-то студий, по археографии. А опять-таки в Петербурге больше занимались археографией. То есть есть, например, такое мнение, что для московских историков была характерна археография для себя. То есть, работая с большим количеством исторических источников, они не стремились их, соответственно, внести в широкий такой научный оборот. В то время как в Петербурге, ну, тут институциональные какие-то особенности, поскольку археографическая комиссия в дальнейшем, постоянная историческая комиссия в Салфе-Небеском, они все-таки базировались в Санкт-Петербурге. Вот. Это было различие. Но, повторяюсь, к революции оно опять-таки тоже сглаживается. Более того, у нас появляются такие исследователи, как Веселовский, который вообще выдвигает по тем временам революционный археографический проект. У него была такая точка зрения о том, что параллельно монографии надо публиковать все источники, на которые вы опираетесь. Чтобы, да, чтобы исследователи могли проверить, а вы, собственно говоря, правильно ли ведете свои исследования или нет. И я вам скажу, что, например, вот эти представители младшего поколения, Яковлев, ну, Бахрушев в меньшей степени, вот, они больше занимались археографией, чем старшее поколение учеников Ключевского. Они идею вот этого Веселовского, в общем-то, восприняли в некоторой степени. И в этом смысле, опять-таки, наблюдается такое магистральное, да, путь, разближение такое. Да, ну, вот, собственно, так. У меня такой, вот, человек, у меня такой, ну, полувопрос по репликах, значит, я просто сразу говорю, да, что я как раз, ну, собственно, здесь представитель, знаете, к самому телевизору, да, и занимаюсь, ну, там, он очень довезен, если мы все эти проблемы, да, но у меня возник, собственно, вопрос такой, да, я, как бы, исходу, на самом деле, из того, что я знаю на примере своей историографии, да, английской. Ну, что, на такой интересный проклад, как раз, здесь, для представителей, кем лежит. Нет, вот, я, нет, вот, я как раз хочу, собственно, на это и апеллекцию, да, то есть, у меня, вот, сложено есть такое впечатление, что, ну, говоря о разных факторах, которые, ну, вот, скажем так, да, вносили свой «к», вот это, ну, некое, не противостояние, да, но отдельное противопоставление друг от друга, да, мы не учли еще один фактор, но, я бы сказала, вот, корпоративный, да, потому что, вот, то, что мы видим в Англии, да, Англию конца 19 века, да, Окса, ты, Кембридж, два университета, да, оба места личного города, да, как бы, методология одинаковая, да, которую используют, ну, исследователи, да, города находятся, ну, там, не знаю, да, ну, полтора часа езды на автобусе, ну, не знаю, там, ну, четыре часа езды, там, на чем-нибудь, на чем-нибудь ездили и тогда, да, в Корейции. Значит, при этом, да, это, вели разные планеты, да, то есть, я сама читала, да, как, значит, Оксовский исследователь, который едет в Кембридж и исследует рукописи, и он тонном величайшего изумления пишет, что вот я приехал, и меня в Кембридже так вот приняли, да, вот так вот просто удивительно, да, так вот он прилетел на Марс и нашелся в Артеанном общей езды, да, при том, что я говорю, никаких отличий, да, ну, грубо говоря, там, ни политических, да, ни каких-то вот географиков политических, да, что один столичный, да, ни методологических нет между ними, только вот корпорации. А там могли такие претенденты, что тут же из Оксфорда начинал работать в Кембридже? Ну, бывали такие претенденты, претенденты, да, бывали, но на самом деле очень редко, очень, да. Все-таки свой-чужой, как бы, то есть, скорее человек уйдет, нет, скорее человек, как бы, уйдет, да, и будет жить где-то совершенно надежно, то есть, человек выходит из конспорации и потом, допустим, приходит, ну, уже, да, уже как внешне, да, вот переходов туда-сюда, ну, не было, да, вот, жестко. Да. Ну, вот, ну, вот, ну, основных этих нет, да, для, ну, то есть, вот. Тут проще из московского пригласить Виноградова, да, чем принять из Кембриджа. А вот у меня немножко встречный вопрос, а политические позиции, они как-то различались? Политические позиции различались у отдельных исследователей, но не различались у университетов в целом, да. Ну, опять же, мы должны себе представлять, да, что то время, о котором я говорю, да, это бухтарианская эпоха, и в Англии ситуация, ну, скажем так, достаточно спокойная. Нет, политические позиции, я специально скажу, что политические события, поэты исследователи внутри Оксада и внутри Кембриджа могли быть очень разные. Но у университета в целом, по крайней мере, тогда я говорю, там, аноделлисты, да, аноделлисты, специалисты, параллельные средневековья, которых я знаю, да. Вот там... Ну, да, здесь, безусловно, силен двух. И где-то работает вот этот вот географический фактор, о котором, казалось, Владимир Станислав? Ну, с моей точки зрения, в Москве и Петербурге, в общем-то, не только географический принцип здесь, безусловно, работает. Правда, все-таки... Столичный и нестоличный. Столичный и нестоличный это важно на самом деле, безусловно, во всяком случае, в русских просторах, широтах, да. Да. При этом надо, опять-таки, отметить, что все-таки не было такого жесткого противопоставления, как вот в Оксфорде и Кембридже. Люди, в общем-то, достаточно активно, да, там общались и было. Была некая-таки иногда настороженность. Вот ко всяким там, повторяясь, приезжим, варягам это, в общем-то, можно было там обнаружить, найти. Но в Московском и Петербургском университете, да, методология, в общем-то, одна. Хотя, тот же самый Лапа Данилевский, он начинает разрабатывать, ну, отнюдь не позитивистскую методологию, которая господствовала тогда и, ну, в Англии-то точно, тем более, да, и в России, да, вообще, в общем-то, в европейских странах. Вот, а он предлагает во многом альтернативу, да, так, неокантиан, ну, кто-то, кстати, химинология, кто-то, скорее, это неокантианство в русском таком, в его там варианте. Вот, но методика различала. В Москве и Петербурге очень серьезно различалась методика работы с фактами, с источниками, в первую очередь. Опять-таки, некие такие приоритеты исследовательские, они тоже довольно серьезно, соответственно, различались. То есть, вот, какого-то такого глобального противопоставления по методологическому принципу в Москве и Петербурге тоже достаточно сложно было найти. Вот эта неокантианская версия, которую предлагал Ападониревский, ну, вообще, тяжело сказать, что бы там случилось, как известно, революционный процесс, он властно втокся, да, во все это. Вот, но, тем не менее, тем не менее, все-таки по методике они различались. Ну, и, в общем-то, вот, мой пафос доклада был в том, что еще были культурные контексты. Вот, по методике-то это часто все упоминают, а вот мне хотелось бы это акцентировать, внимание. Но это очень любопытно, я вот не знал, например, что там так было. Были ведь еще, на самом деле, другой вектор взаимоотношений вот в этой университетской среде, которая существовала в Российской империи. Были другие университеты, киевские университеты. Ну, пример, да. Не менее, как бы, значимые, да, но там была своя специфика. Тоже, наверное, надо бы смотреть. Есть работа по киевской школе, если это можно, как бы, школой обозначить здесь, тоже можно спорить, безусловно. Но я коснусь, наверное, атмосферы, которая царила вот в взаимоотношениях между вот этими университетами. Вообще, надо сказать, что в Москве и в Питере киевский университет, ну, не то чтобы не рассматривался как равнозначный, равновеликий, да, там, понятное дело, что все-таки не столичный, там, но тем не менее. Но к киевской профессуре было очень такое, были некие такие претензии по этическому, по этическим моментам. Это очень любопытный такой момент. В университетской, в научно-исторической среде крайне важны были этические какие-то вещи во взаимоотношениях, в моменте, соответственно, оценки коллег своих, оценки трудов своих коллег, в моменте, там, работы с источниками и вообще, как бы, выполнение тех формальных требований, которые это требует, вплоть до того, что, ну, если вы поработали в архиве, не надо оттуда воровать листки, да. Я к чему все это веду? Был эпизод, который, в общем-то, всколыхнул в начале 20-го века все научно-историческое сообщество, так называемое дело Старшевского. Старшевский – это киевский историк. Киевский историк, ученик Давнар Запольского. Давнар Запольский, после того, как удалось занять кафедру в Московском университете, вернулся в Киевский. Вот. Старшевский. Возникла там следующая ситуация. Можно было занять кафедру русской истории в Киевском университете. Для этого срочно надо было писать, как минимум, магистровскую диссертацию. Он, человек, в общем-то, был талантливый, не без способностей, что называется, но вот этот момент его заставил активизироваться, да, и он, в общем-то, пошел на следующее неблаговидное дело. Он начал из московских архивов давать документы, ну, чтобы ускорить процесс, соответственно, работы. Это обнаружили. Сначала решили, что это кто-то из москвичей, в частности, там, на Веселовского, на Яковлева указывали. Вот. То есть там целая такая, на самом деле, история, которая долгое время тянулась. В итоге вышли на след вот этого частного Старшевского, который, естественно, там все отрицал, соответственно. И там еще другая история. Снимаешь много историй, которые, на самом деле, показывают вот некий такой казус, ну, казус, который показывает вообще атмосферу взаимоотношений между университетами. Так вот, на его следствие, что называется, вышли, он там все отрицал. Более того, он приехал в архив и подложил назад эти листочки. Но архивисты тоже люди не глупые, они успели понумеровать. Вот. Так что... Тебя только остались. Тебя только остались, да. Поэтому его, в общем-то, поймали. Вот здесь очень важный этический момент. После этого с ним прекратили вообще какие-либо отношения. Все, наверное, мэтры московские, любавские официально, богословские, то есть там... Может быть, молодежь не так это демонстративна, но, тем не менее, как бы сразу уже. Он сильно, окончательно подмочил репутацию киевлян. И буквально через пару лет возникла следующая ситуация. Вот возникла вот эта ситуация с кафедрой. То есть надо было срочно защищаться. Он защищал диссертацию по царствованию Михаила Романова. Тогда очень силен был контроль неформальный. То есть современная проблема в том, что... Силен, не силен, не знаю, формальный контроль. Вот. А тогда гораздо более эффективным был неформальный контроль. То есть сообщество было? Сообщество. Был сообщество. Чего нет сейчас, на самом деле. Да. Вот. Но тогда это было проще. Тогда это было проще. Тогда тот же самый русист, он и во всеобщей истории знал толк. Вот. И он, ко всему прочему, мог дать оценку работам от 9 века до 19, до 20 уже фактически. Видите, это уже фактом стало, что могут прям узеньки. Мы сюда, мы сужаемся в этом смысле. Оцениваем работа как много, даже чисто профессиональные точки зрения. Да. Вот. Ну, в общем, это... Написал вот эту диссертацию, которая оказалась... Я вообще скажу, все это. Но на каких-то недоговоренностях, недомолвках, наоборот, там он где-то домысливал, додумывал, дописывал за источниками. Либо там был какой-то один источник и на его основе делал какие-то еще... В общем, диссертация оказалась не очень, что называется. Качественной, да. Вот. И сразу среди москвичей и петербуржцев это очень хорошо видно по изданной переписке Веселовского, ну, вообще со всеми историками. Правда, в Киеве тоже. Указывали на атмосферу, царившую в Киевском университете. Семейственность, стремление, соответственно, сделать карьеру в ущерб, там, каким-то... Да. Хитрость, присущая этим киевлянам, которые, как вот некие такие торговцы, торгуют там должностями, званиями и так далее и тому подобное. Вот. Вот эта защита, она вызвала резонанс. Тот же самый Степан Боисович Веселовский написал разгромную рецензию, которую опубликовали. Зашевский занял, но репутацию подмочил. Правда, когда началась... Это был немножко, да, другой момент, но к ему уже в Питере, в Москве как-то это... Руку особо не подавали. Правда, когда случилась революция, он быстро объявил себя жертвой старого режима и предыдущих... Да. Что с ним стало, кстати говоря, я вот не знаю в итоге. То есть, даты жизни обрываются где-то там, на 23-м году, то есть, удивить... Даже гражданская война, где-то он сгинул во всей этой... Пучине, да, революционной мутной воде, да, что такое, хотя старт у него был очень неплохой, повторяюсь, но закончил так. Вот. И все писали о том, что вот эта вот атмосфера там, давно разопольщена, там появились какие-то такие термины. Самому повторяюсь, давно разопольщему тоже очень такое было отношение, что это человек поверхностный и так далее и тому подобное. То есть, вот эти... Был вот этот некий такой еще и свысока взгляд. Да. Там не все так очевидно. Есть в ней некая профессиональная, скажем, этика. Этика, да. Существуют некие вещи, которые касаются исключительно профессии, да, то есть, ну, как ты работаешь с источником, как ты его анализируешь, как ты писаешь результаты, ну и так далее, да. То есть, то, что, насколько дефицирован этот материал, то есть, то, что это все. И если это не соответствует каким-то критериям профессии, да, профессиональным, то, разумеется, ну, зачем я буду писать книжку, то человек в результате исследований, которых абсолютно не внушает, то никакой уверенности, да, будет, что это так, то есть. И действительно, а есть еще и поймают на том, что человек, специфицирован, да, ну тогда уже резонансно, конечно. То есть, когда есть корпорация, когда есть сообщество, это важно, когда его нет, ну, в общем, дело каждого. Отдельно читать, не читать, подавать культуре, подавать культуре, подавать культуре. Вот, там еще некий такой нюанс, в общем-то, к киевскому, они там разные, на самом деле, в Киеве. Учицкий, например, всемирно известный, то есть, специалист. Собственно говоря, претензии были какие? Вот, у вас там много выдающихся, иконников, да, там это, ну, иконников, например. И он, в общем, пользовался достаточно таким устойчивым, хотя, в общем, тоже определенным таким авторитетом. Вот, а вы как бы не показали, то есть, вы вот сплясали под эту дудку, кто-то там из молодежи пытался выступить, тогда еще молодой, Смирнов, будущий там историк, да, известный историк 18-го там века, а все остальные, наоборот, сплясали под эту дудку вот этой семейственности, как противность, то есть, претензии, в общем-то, опять-таки, политическими, скорее, принципами были. Ну, и да, вот, недостаточное качество, соответственно, работы. Тогда эта, да, система была, работала, да, тогда это было. Так, папа, ну, да, сделайте, представьте. Сергей Васильевич Соколов. Обратится в федеральный институт. Ну, я благодарю за интересный адекват. Хотя для меня, наверное, немножко вот сочетание московская школа и петербургская школа, это, ну, как бы так, не очень часто слышно, потому что школа, ну, обычно, вот, это школа, государственная школа, да, например, Соловьев, Чичерин, или, допустим, школа Лапа Данилевского, о чем вы говорите, да. То есть, в этом плане, ну, к вопросу о терминах, что ли, можно ли назвать это школами, да, то есть какие-то, действительно, там, объединяющие, чтобы их объединяли темы, тематика, да, там, не знаю, методология и так далее. Может быть, это какие-то традиции, я не знаю, может быть, ну, как-то, ну, по-другому назвать. Вот. А что касается провинциальных университетов, опять, конечно, меня это интересует, поскольку я, в общем, сам из провинциального университета. А вот провинциальные университеты вот этого периода, там, казанские, одесские, томские университеты, они вот сами себя соотносили с какой-то традицией московской или петербургской. То есть, наверное, у них же тоже работали, да, профессора, там, когда создавались эти университеты, приглашались профессора из... Это если не повезет. Они там оказывались. Ну, Максимович, по-моему, в Киевском, да, работали в московском университете, мне кажется, потом оказался в Киевском. То есть, они сами себя соотносили с... Вот. Спасибо за вопрос. Я тоже, на самом деле, долго мучился вот с этой терминологией, потому что... Школа или сообщество? Школа, сообщество. Тут еще другой, как бы, момент. Вот по той же самой школе. В московском университете. Школа Ключевского, школа Винограда. Можно сколько угодно рассуждать. Петербургская. Я пошел по принципу, все-таки, почему я использую термин «московская школа», я тоже вот пришел все-таки к этому термину. Если брать московский университет, ну, дробить вот эту школу не совсем корректно в том смысле, что здесь играет очень серьезный фактор, педагогический фактор. Дело в том, что даже те же самые историки-русисты, они концепцию взяли у Ключевского. Дальше там, в общем-то, они от нее либо отталкивались, либо не соглашались, как Милюков, либо ее просто писали. Дописывали, дополняли, разрабатывали. Кто-то вообще считал, что там вообще ничего не надо переделать, надо просто какие-то уточнения вносить. Но! Источниками, работая с источниками, они учились у Виноградова на семинаре. У Ключевского не было таланта вести семинары. То есть, в этом смысле, мне кажется, здесь можно, конечно же, различать какие-то центры в этих школах по проблематике, в первую очередь. Но вот это педагогические моменты, интеллектуальные веяния, влияние, опять-таки, не случайно, я думаю, что русисты обратились к изучению истории сельскохозяйства. Мне кажется, Винограда здесь и повлияла, и атмосфера повлияла. В общем-то, крестьянский вопрос для России – это вопрос проклятый, да, известное дело. То есть, мне кажется, что все-таки, наверное, не стоит, например, в Московском университете их уж очень разделять, потому что они испытали интеллектуальное влияние как русисты, так и всеобщники, как Ключевского, так Виноградова, так и других преподавателей, которые там, соответственно, были. В Петербурге, ну, тоже здесь очень много, на самом деле, моментов, здесь, может быть, более аморфное, вот с моей точки зрения, было сообщество, но все-таки там было, безусловно, противостояние между Платоновым и Данилевским, это, безусловно, было, но при этом многие учились и того, и у другого. Пресняков тот же самый, хотя он, в общем-то, практически ровесник, ну, даже, скорее, он не сам показательный момент, Валк, Андреев, другие, соответственно, там, представители, они и с теми, и с теми контактировали. Были люди, которые четко прибивались к какому-то там неформальному сообществу, к какому-то там центру, вот, но, мне кажется, здесь все-таки уместно говорить, во всяком случае, о московской школе, петербургской, тоже с определенными такими оголоками. Что касается провинциальных университетов, то здесь ситуация немножко такая, достаточно сложная. Вообще, конечно же, в провинциальный вуз особо народ не рвался, преподаватель, да, даже, казалось бы, казанский, одесский и так далее и тому подобное. В Одессу, пока, люди, тот же самый Виппер, например, долгое время преподавал, да, в Одессе. Казанский, да, уже известная история с Вадянским была, которого пытались в Казанской университете переправить. Ну, там много, то есть, Виппер вот безысходности оказался в Одессе, да, и когда он там оказался, это вот недавно публиковали его письма Гирье, да, соответственно, своему учителю, атмосферу он там описывает, да, там нет науки. То есть, проблема в чем, любой амбициозный исследователь, он все-таки стремился к науке. А наука считалась, да, наука это Москва-Питер. Там есть архивы, есть предательства. Есть атмосфера, есть атмосфера, это очень важно. В Одессе ее не было. Опять-таки, стенание Грекова, который оказался в Пермском филиале Петербургского университета. Он тоже был в восторге от этого. Даже Варшавский университет не рассматривался в качестве какого-то такой вершины карьеры. Люди зачастую согласны были там, ну, правда, совсем историк, вот самокласса Дмитрий Яковлевич, он историк-юрист, это своя как бы особенность, но он, в общем-то, это, ректор Варшавского университета, перешел на профессуру Московский. Ну, правда, еще и архивы заведовал. Вот, то есть, в этом смысле, конечно же, некий такой магия места, Москва-Петербург, она очень серьезно работала, вот эта интеллектуальная атмосфера. Здесь, правда, есть другой, мне кажется, вектор исследований, это те кадры, которые, собственно говоря, в этом провинциальном вузе воспитывались, вот. Я знаю, было очень неоднозначное отношение к Фирсову из Казанского университета, хотя вот он там, не то чтобы там культивировал всего там деятельность, это исследователь там Пугаченского движения, вот. Несколько раз его работы, например, Лапа Гнилевский давал отрицательный отзыв, они не получали Уваровскую премию. То есть, ну, это как высшее признание, да, соответственно, до революции. А дальше там, да, там надо смотреть, безусловно. Я считаю, сейчас гораздо больше предпосылок для появления провинциальных, да, если так можно использовать термин, школ, наверное, чем когда-то это было. Да, тогда университетов поменьше, в общем, других препятствий было много. Коммуникации, да, соответственно, нет, не было, да, вот, как вы сказали, литературы, библиотек, всего этого, соответственно, не было. Да, лучше быть приват-доцентом, чем профессором, там, в Московском университете, да. Конечно, но все равно, вот, регионально, ну, не знаю, у нас, допустим, полушутяку, полусерьезно, все равно мы ведем свое происхождение в какой-то школе. Бизантинисты наши, например, школы бизантинистики, она в основном на Сюзюмов, да, то есть, ну, Апусского университета. Ну, Сюзюмов это вообще тоже отдельная история. Ну, правда, еще в Петербурге потом успел пожить, в эволюционной... Его тоже, в общем-то, судьба, скорее, занесла, и так сложилось, что он не вписался вот в тот мейнстрим, который в бизантинистике в советское время был, и он начался и направленно, да. Ну, да, но, тем не менее, вот, с нашей точки зрения, то есть, Сюзюмов, как бы, зачинатель бизантийской школы, бизантинистики, которые у нас сейчас есть, то есть, в этом смысле мы себя относим, не знаю, но, скорее, северо-западом, что ли. Вот, Петербург, ну, примерно так. Спасибо. Пожалуйста, еще, да. Спасибо за доклад, мне кажется, очень интересная тема конструктивная, но, про упочнение, мне кажется, что значительная часть вообще вопросов, которые были выставлены, она приходит от некоторой терминологической глусмысленности, потому что, все-таки, мне кажется, она доволечает научную школу как понятие термин стереографический, с одной стороны, то есть, научно-посмогательное дисциплине, стереография, и понятие термин стереографии, понятие групповой идентичности, которое было. Насколько можно по тому материалу, который захватил в плен, оно, безусловно, существовало отдельно, в Москве, в Петербурге, в других центрах, и понятие могут совершенно не совпадать, как-то их надо, просто, более четко, наверное, различать, тогда, может быть, и вопросов просто меньше-меньше будет, потому что там разные механизмы, разные исследования. Ну, да, спасибо большое. Я, в общем-то, старался сделать акцент как раз-таки то, что было сказано насчет групповой идентичности. В общем-то, весь пафос, скорее, был в этом. Ну, мне кажется, вот эта групповая идентичность, это необходимый элемент для создания школы. То есть, искусственно их конструировать как историографическую конструкцию, мне кажется, ну, не совсем в этом смысле верно. Вот эта идея разграничения своих чужих, и, соответственно, она толкает на культивирование каких-то определенных традиций. Да, но эти традиции, они же могут не обязательно проявляться в чисто в вещах, связанных с исследовательской практикой. Да, да, безусловно. Поэтому здесь напрямую проецируют, раз у них есть определенная идентичность, это трансформируется в определенное своеобразие исследовательских практик. Мне кажется, некорректно так проецировать. Ну, может быть, да, может быть, я здесь немножко погорячился, хотя, мне кажется, вот этот некий такой контекст, он все-таки определенную, да, создавал предпосылку, да. Ну, может быть, могу только это сказать, да. Я хотела бы рассказать, что, ну, интересная очень тема, и видно, что вы все это знаете и любите, но мне не хватило постановки, потому что вы меня закружили, и я не понимаю, откуда вы идете и к чему-либо приходите. То ли вы от мифа идете как бы к школе, то ли от школы к мифу, и, наверное, о мифе надо говорить больше, потому что вы его так обозвали этим мифом, это такое многослойное явление, видимо, да, потому что слой чужой, ну, это, знаете, когда мы в 60-е годы приехали на практику в Ленинградский архив, нас принят, да, вот у вас же материал, который вы, как бы, во-первых, надо было бы чуть-чуть сказать, какой материал, на основе какого материал, вы слишком много знаете, а здесь мы переписка и дневники Преснякова, видимо, ну, как бы, вот это поле, на котором вы работаете для данного доклада, мне хотелось, чтобы было больше обозначено. Так мы приехали в Ленинград, нас приняли очень плохо. В 60-е годы, значит, в 60-е годы, 20-го века, извините, да, мы были для них не студенты, мы были для них москвичи. Иногда это преодолевалось, но с большим трудом, это у меня антисемитизмом, понимаете? То есть, ну, как бы, то ли вы возвращаете это на этот уровень, он присутствовал, конечно, но ни во что не переливался в плане историографическом, или все-таки существует для этого мифа какая-то возгонка, возможно, вот с этого уровня слой чужой, потому что атмосфера действительно в городах разная, да, и имеет ли это какое-нибудь позитивное, высокое значение в плане тематики. То есть, мне кажется, что ваша тема тянет на то, чтобы вы на материале вот этих школ скорее обогатили наше понятие амифия. Это удотворная вещь, все-таки может быть, но не только вот вы чужой. Да, да. Вот что-то в это воздействие. Да, спасибо большое. Теология даже может? Да, конечно, я... А, мне ответить, да? Есть, да, я немножко время учитывал, что не так его много, и он очень многослойный этот миф, он и в литературе присутствует, книги недавно вышли, да, там очень много, я имею в виду в художественной литературе, в культуре он, соответственно, присутствует. Я как раз-таки хотел сделать все-таки немножко акцент, что действительно вот этот миф, он создавал вот эту атмосферу вот этого разграничения между этими школами на уровне, соответственно, неких таких культурных стереотипов, на уровне, опять-таки, взаимоотношений, там, коммуникаций. То есть, ну, может быть, да, немножко это так как-то рвано получилось, да, не совсем как бы логически. То есть, если это растение между стереотипами жесткими такими, никуда не развивающимися, и научными школами, вот где-то здесь в промежутке надо работать. Да, да, безусловно. Ну, я немножко там обозначил, да, что, в общем-то, как-то влияла вся эта атмосфера. Почему я это еще обозначил миф? Безусловно, здесь вот это некая такая мифология, которая существовала. И, в общем-то, случай Преснякова, который сначала столкнулся со своим мифом, да, и постихоньку его там сживал, вот, это, в общем-то, некий такой показательный момент. И, опять-таки, вот все-таки вот это сближение, да, но, кстати, видимо, да, на сживание, в том числе, вот этого мифа и основывалось в некоторой степени. Ну, я, к сожалению, сейчас совершенно другие сюжеты уже несколько лет разрабатываю, да, но... Да, да, безусловно, спасибо. А еще лифт? Можно я, как бы сказать, Александр Анатольевич, я выступать не хотел бы, если бы вы спрашивали, пожалуйста, я бы, скажу еще. Я начал с, ну, очень коротко, со своего личного, там, один очень известный противостоянистный минист, мой коллег, да, просто очень добрый друг, хороший, представляя меня своими коллегами, в свою очередь. Делал следующим образом, вот, какой-то такой-то, он из Москвы, занимается тем-то и тем-то, но он работал не цел, как и синий. Он говорит, чрезвычайно уважаемый другой человек, причем говорил это явно не со зла, да, потому что он был, так сказать, ну, вот. Речь о другом шла, понимаете, в этой фразе, это был пароль для него, коллег, это был способ идентификации. Свой, да, он обозначал меня им, как не чужого. Я очень с большим интересом хожу на одно было, хотя, как мне кажется, тема нашего выступления совершенно не соответствует его содержанию, вообще никак, но содержание, мне кажется, очень глубоко с самых разных точек зрения, и, как мне кажется, продуктивно здесь говорить не о противопоставлении там, московской пятернодской школы, а, как нам сказать, о разных способах идентификации, разных научных сообществ. Это никуда не ушло, я вас уверяю. Тут даже речь не о нищем, понимаете. Вот это некий набор, некий набор понятий, которые, в данном случае, петербуржцам, потому что для них это больно вопрос, а не на один из кричей, петербуржцам позволяют идентифицировать себя и ограничивать других. Я имею в виду именно эту академическую среду. Это очень четко прослеживается. И то, что они работают с рук при себе, а вот эти люди, в лучшем случае, книжки читают, а мы с третьей крови получаем информацию, это же не стереотип, понимаете. Это вот набор, это вот элемент, который позволяет им идентифицировать себя и ограничивать себя от других. Хотя к реальности оно отношения не имеет никакого. Понимаете? Потому что, ну, понятно, да, здесь нет... Так значит, тебе даже нечего доказывать. Но вот в этом смысле, знаете, такой меня вопрос заинтересовал, вы, и я бы хотел услышать ваш какой-то, возможно, ответ на него или, ваше понимание от ситуации. Мне всегда в контексте этих разговоров о московской и петербургской школе, ну, точнее, о противопоставлении, да, о противостоянии ученых из Москвы и ученых из Петербурга, еще раз говорю, этот вопрос очень важен для питерцев и совершенно, мне кажется, неактуальный для москвичей, ну, абсолютно неактуальный. Понятно, почему? Ну, понятно, по разным причинам, но он очень актуальный. В общем, столица здесь теперь. Делание столицы, даже, наверное. Он просто неактуальный, потому что, ну, это вообще, это даже не 19 век, понимаете, вот так, в таких категориях мысли за современную, а он в технической среде. Да, расистская и таатская, это уже теперь... Это смешно. У меня вопрос в данном случае ее интересует. Как вам кажется, как много потеряла русскоисторическая наука от существования вот такого странного противопоставления одной части академической среды другой части академической среды в России? Ну, например, мы все хорошо знаем, да, что там, в Китерии же есть какая-то научная жизнь. Ну, мы подозреваем, да. Но мало что они знают. Попытки москвичей там самим выйти на этот контакт, да, там, наладить, наладить какие-то какие-то свои коммуникации, они могут быть более или менее удачные на персональном уровне. Но это никак не сказывается. Совершенно никак не сказывается на научной жизни. Есть одна, есть вторая. Да? Я много раз об этом убеждался в отношении питерских своих коллег, что они демонстративно не хотят знать, что происходит на Нью-Бел. Я не люблю. На Нью-Бел подошвей к Петербургу, да. А при этом они подчеркивают, что вот, да, у нас есть контакты с Арбоной, да, у нас есть контакты с Ог-Спором, ну, вот туда. А что там у вас? Это не проблема школ, да? Это не проблема школ. И это не проблема методологии. Это не проблема подходов. И это не проблема понимания того, что есть источник, как с ним работать, да? Это не, так сказать, речь не о том, что по-разному ставятся проблемы, да, в Петербурге и в Москве, а это какая-то другая история совсем. А чего же это право? Ну, чужой, совершенно верно. Свой, чужой. Свой, чужой. Свой, чужой. Совершенно верно. Это очень специфический, такой, переносит он, очень специфический, и он никуда не уходит. Он же в традиции, получается, он никуда не уходит. Это генедичный. Не только меделисты, но и то, что я тоже скажу. Да, можно. Вот, на самом деле, да, собственно, вот в этом, как вам кажется, много ли потеряла русско-историческое? Много, да, много Александрова. Я начну с того, что вы, на самом деле, заметили очень любопытную черту, которую и у русистов то же самое. В Питере произошло... Что произошло? С моей точки зрения, говорить, ну, во всяком случае, среди русистов о существовании каких-то там отдельных школ сейчас глупо. Это не 19-е, как вы сказали, начало 20-го века, но в Питере среди русистов идет очень активное культивирование вот этой петербургской школы. На щит там поднимается даже не Лапа Данилевский, скорее, да, там Платонов, работы Брачева, да, там, соответственно, его рассуждение о том, что там была какая-то отдельная, не интеллектуальная, а нравственная атмосфера. То есть, вот, традиции Романова Бориса Александровича в основном сейчас... Если говорить о Лапе Данилевистики, то там даже Рождество это встреча для них. Вот, да, ну, в общем, безусловно, такой момент. Вы понимали, что сейчас видим? Мне кажется, это некий такой психологический, безусловно, феномен, как вы правильно заметили. москвичей этого тоже нет. Ну, нет, точнее, то есть, нет, как бы, вот этого сграничения, в то время как, вот это стремление показать, что это, как бы, некая такая особая школа петербургская, особая какая-то там традиция. Более того, например, когда публиковали материалы по академическому делу, был даже намек, что вот эти аресты, это вот продолжение борьбы москвской и петербургской школы. Хотя сажали всех, по-моему, без разницы, питеристы там или москвич. Это есть, безусловно, есть некое такое культивирование, но это некий такой, скорее, психологический момент, и он тоже требует, во всяком случае, какого-то определенного осмысления. Ну, почему соксор, мне кажется, в общем-то, понятно. То есть, мы медиевисты, нам, наверное, интереснее с ними как-то общаться. Сейчас, с Москвой. Нет, ну, может быть, ладно. Что касается, так, что касается, потеряли, что, соответственно, потеряли, что, соответственно, выиграли. Ну, с моей точки зрения, шло перосближение, в любом случае, сближение произошло. То есть, размывание границ в условиях нарастающей коммуникации, это, в общем-то, как бы очевидный такой момент. Скорее всего, это сближение все больше и больше продолжалось, это как бы исчезло. Я думаю, что мы на самом деле не то, чтобы, ну, что-то, конечно, потеряли, но в значительной степени традиции-то сохранились. То есть, например, традиции Лапа Данилевского, они передавались его учениками уже в историко-архивном институте, например, на кафедре источниковедения. В Уральском университете, да. То есть, они, понятное дело, в некой, конечно же, не очень такой благоприятной среде, но они, в общем-то, выжили, они скорректировались вот той атмосферы интеллектуальной, методологической, которая существовала. Были переосмыслены, безусловно. Ну, я повторяюсь, во всяком случае, среди ученистов, говорить сейчас о школах, в общем-то, не приходится. Ну, не знаю. В общем, вопрос риторический, что мы потеряли, что нам как бы осталось. в общем-то, в общем-то, другое, насчет потеря, я просто, ну, совсем другого, без президента, ради Бога. Мне кажется, Россия очень любила, что у меня были две столицы таких разных. Это такие разные. Потому что, если была одна, это было, это было, так, это было, наконец, вот какое-то движение, какая-то, как бы, реактивная, за что? В смысле, разный смысл. Мне интересно, это не позитивное. Есть возможно какие-то выходы, но используем вот этой вот разности, все-таки разности культур, как хотите. Именно разности культуры. Да, разности. Разный городский культур. Кроме в жизни, может что-то из-за него. Скажите, а вот в этом всемирной истории, которые вышли, и на председатце которого и многие коллеги сегодня были, я просто точно не уверен в этом, но, по-моему, среди авторов... Нет, я встречал коллеги в Санкт-Петербурге, да? Тут более... И по поводу некой такой изолированности сообществ, тут институт это, не часто контактирует. Да, вы знаете, академические истории, одно и интернет. Вот, я вам тоже могу сказать, что если на юге не читают, здесь то же самое. Сейчас немножко деформируется вообще структура коммуникации, она больше уже немножко в другом русле идет, даже больше, не знаю, интернетом. Вот какие-то такие... Она немножко, да, она по-другому сейчас структурируется. Школ, правда, скорее такого личностного характера, если что-то там можно выделить. Но Питер, Москва, я повторяюсь, я не вижу сейчас школ в Питере, в Москве различных. В всяком случае, с югерусистов это точно нет. Какие-то определенные, есть направления какие-то приоритетные, есть какая-то методика, может быть, но это скорее влияние определенной личности, чем какой-то общекультурной атмосферы. Так что... Спасибо. И тем не менее... Да. Зойги же вам следующее. А вы же... Особенно. Так. Еще есть желающие комментировать? Вообще, на самом деле, я была абсолютно в том, что так иначе у нас эта тема будет интересовать. У нас мы будем смотреть на спусть перед у нашего опыта, то есть наших вопросов действительно того, что ну как бы актуально для нас сами. То есть в данной ситуации это нормально, потому что в данной ситуации мы имеем дело с одной стороны с исследованием безусловно имеющим научную ценность, но еще имеет и какую-то корпоративную ценность для того, чтобы понять лучше сами себя. То есть что с нами происходит, каким образом выстраиваем свои отношения внутри сами и себя. То есть я точно говорю, что у нас есть наши. Да, те, которые ходят на другой сентябр, мы тоже к ним почти, но только нас не утилизуют, потому что мы их. на отдельные доклады мы, конечно же, придем, мы будем с радостью. То есть вот это двенье, оно постоянно происходит, это нормально. Просто мы ставим такие темы, которые, как сегодняшние, которые могли бы действительно быть интересны специалистам, занимающимися разными темами, разными мохами, разными периодами, именно потому, чтобы сохранить и ставить перед нами те проблемы, которые интересны были бы всем. То есть как в вопрос реконструкции источника, который касается любого профессионального историка. Вопрос о профессиональной корпорации историков. То есть это повод для того, чтобы поставить вопрос к самим себе в отношении сегодняшней корпорации. и не зря к новостям, который мы проводили в 2008 как бы трансформации исторических сообществ. То есть что с нами произошло за последние 20 лет. Когда мы делали статью для средних веков по работе в центре социального знания, я в первой взятии не успела у гостя получить статистику. сколько просмотров было. То есть замечание сделали и я когда найти выправку, я озвучил, она шокирующая 350 тысяч 350 тысяч просмотров профессионального ролика. Вы понимаете, ну правда опять же за 5 8 год сейчас 12 за 4 года. За 4 года сколько просмотров. То есть вопросы вообще на самом деле как быстрый есть в России. Студенты я понимаю что там дело представлен весь цвет в значительной степени там представлен руководители отдела западноевропейского новой истории воин были представлены которые в той или иной степени развития направлений. конечно это интересно Марина Федорно-Румянцева с Романом Большим Хазатом люди были безумно интересны и наши коллеги из университетов региональных университетов тоже были безумно интересны цены заводит может не весь уник смотреть кого-то одного например но счетчик как бы все такое количество интересов обращения к этому то есть проблема современного профессионального сообщества она существует она есть и мы обращаемся к нашей истории истории нашего сообщества именно со своими собственными вопросами которые у нас есть они безусловно есть потому что по результате разговора буквально была высказана позиция что сообщества исторического нет оно распалось то есть оно абсолютно деформировано существует какие-то группы по интересам которые становятся все уже и уже и уже наконец настанет то светое время когда никто не сможет дать профессиональную оценку трудового товарища потому что насколько мы будем далеки в интересах предметов таких методиков следствия потому что уровень коммуникации разы лучше разы скажем 10 лет назад конечно это никак не все одно и другое поэтому да разумеется а здесь другие формы это уже другие формы коммуникации используются но это не проблема это не проблема абсолютно то есть это проблема которая внутри собственно логика со самой логики развития науки дисциплина она так и мы уже об этом говорили что мы вчера обобщающих трудов то есть говорили об этом что когда как раз о реконструкции вот эти вопросы как они начали понимать они все-таки связанные сообществом и следовательским практиком спасибо вам большое и я хочу да хотите что сказать да и я нет кто нас смотрел Людмиле Рашидников персональный привет на связи или там на связи да вот Людмила Рашидов нам ничего не сказали это про сообщество кстати был Рашидов была одной из участниц выступающих на этом кухне не стали очень интересно не отвечает не не пишет ну и и все очень нас хотел смотреть антон как раз сейчас время находится но видимо что не получилось хотят участвовать как раз в обсуждении этого доклада и с нами поговорить в следующий раз я всех благодарю за внимание и всех предупреждаю что следующее заседание у нас будет не такое как обычно у нас стояли круглый стол круглый стол античная традиция в истории писания отлично Александр Иванович Сидоров и дочь Мельский Работать мы будем 3 октября с 10 утра в истории 14-20 Редактор субтитров Корректор Корректор